Софт для создания форумов InVisionBoard перестал поддерживать пятую версию PHP. Если оставить старую версию, то при попытке зайти на форум, вылезет ошибка что невозможно установить соединение с базой данных. И ты значит такой в настройках хостинга, меняешь версию PHP, ну например с пятой на седьмую, InVisionBoard работать начинает, но перестает работать в WordPress. Если же поменять все обратно с седьмой на пятую, то WordPress начинает работать, но перестает работать InVisionBoard. Что же делать? Сейчас расскажу, но сначала... Слово спонсора! Европейский хостинг Fornex. Это недорогой и быстрый хостинг с удобной панелькой, кучей различных функций и бесплатных плюшек. Уважаемые тарифы на SSD-хостинг, SSD-VPS и выделенные серверы. Есть круглосуточное администрирование, защита от DDoS-атак, VPN, бэкапы, можно купить домен, в панельке доступна быстрая установка различных CMS, ну например тот же WordPress и более 180 бесплатных шаблонов к нему. Fornex использует только свое собственное оборудование и размещает его в четырех странах, то есть дата-центр расположен в Германии, в России, в Украине и в Нидерландах. И ты сам выбираешь какой тебе более интересен. Кроме того, крупные и известные проекты Рунета пользуются услугами Fornex, ну например Peekaboo, Я плакал, Letyshops, Admitat и сотни других популярных в Рунете проектов доверяют свои ресурсы именно Fornex. Кроме того, на Fornex очень просто перейти, потому что компания предлагает бесплатный перевоз твоих проектов с других хостингов на Fornex. Если тебе требуется качественный, стабильный, быстрый и надежный хостинг, жми на ссылку в описании и при заказе не забудь ввести промокод EZLIFE10, он дает 10% скидку на все услуги, кроме доменных имен. Кроме того, у Fornex есть партнерская программа с выплатами до 50% с заказа реферала. Все подробности по ссылочке в описании. Итак, почему же твои сайты пишут, что они не могут подключиться к базе данных? Если начать гуглить этот вопрос, то помимо совсем уж рандомных предложений типа проверить файлик htaccess, большинство будет крутиться вокруг того, что у тебя что-то с базой данных. Ну конечно, капитаны очевидность такие наполнили интернеты. Основная причина этого в том, что в PHP версии 7 изменился синтаксис команд обращения к базе данных Muscle. Даже сама команда поменялась, была Muscle, а стала Muscle. Более того, в PHP версии 7 команды Muscle больше нет. То есть нужно переписать весь софт, чтобы он использовал новые команды. Именно поэтому, собственно говоря, новые версии InVision Board и не работают со старыми версиями PHP. Потому что в InVision Board уже эти команды переписаны на новые. То же самое с WordPress, он вообще работает в большом диапазоне версии PHP. Так что же здесь-то не работает? Ну тебе начнут предлагать проверить, есть ли у сайта доступ к базе данных, проверить пароль, может быть даже поменять пользователя, задать новый пароль, все это делается через панель управления хостингом, и возможно еще поиграться с кодировкой. То есть убедиться, что везде используется Unicode, например. Проблема в том, что это все не помогает. И более того, если версию открутить на старую, то WordPress продолжает работать, а на новой версии PHP не хочет. Соответственно, проблема конкретно в этом инстансе WordPress. И связана она с тем, что ты не переустанавливал WordPress начисто. Если у тебя сайт живет хотя бы несколько лет, то наверняка ты пользуешься просто автоматическими апдейтами и все. Проблема с этими автоматическими апдейтами в том, что они не стирают старые файлы. И если сравнить твою папку с WordPress на хостинге с установочным пакетом WordPress, то ты увидишь, что в твоем инстансе файликов гораздо больше. И если заглянуть в эти файлики, то во многих будет написано, что они Deprecated, то есть они больше не используются. Соответственно, проблема в том, что в твоем WordPress осталось дофига старых файлов, которые существуют там уже много лет и знать не знают о том, что в PHP что-то там поменялось. Соответственно, для того чтобы WordPress заработал с новой версией PHP, нужно сравнить твой инстанс с установочным пакетом WordPress и удалить в твоем инстансе те файлы, которые не входят в текущий установочный пакет WordPress. То есть те файлы, которые WordPress использует, они нормально обновляются, но он не удаляет старые файлы, и возможно в них-то как раз и присутствуют старые команды для вызова мускуль, которые больше не работают, и именно поэтому вылезает ошибка подключения к базе данных. Ну, самый простой способ, наверное, это удалить в корне твоего сайта вообще все PHP файлы, кроме одного единственного с настройками WordPress, а после этого из установочного архива с WordPress переписать на твой сайт только те PHP файлы, которые есть в архиве. Таким образом ты еще и эти файлы обновишь. Помимо корня директории с WordPress нужно еще вычистить папки wp-includes и wp-admin, их можно просто удалить и переписать их новые версии из установочного архива. Разумеется, здесь нужно быть аккуратным, чтобы не удалить всякие папки с загрузками например и прочими данными, которые уникальны для твоего инстанса. То есть те, которые собственно говоря содержат информацию, которую отображает твой сайт. Но все вот эти стандартные папки и файлы можно совершенно смело заменять. Разумеется, речь идет только об удалении PHP файлов, которые относятся к WordPress. Дело в том, что в твоей папке с WordPress может быть еще целая куча всяких других файлов. Ну например, текстовые файлы, привязывающие твой сайт к всяким гуглам, яндексам и прочим сервисам, где нужно подтвердить владение доменом. Их разумеется удалять не нужно. Но разумеется, чтобы все продолжало работать, нужно быть очень аккуратным с настроечным файлом WordPress, где как раз и содержатся те самые пароли от базы данных. Если вдруг ты его затер, придется восстановить из бэкапа, либо прописать логины и пароли заново вручную. Но в любом случае перед любыми операциями, разумеется, крайне неплохо сделать бэкап как базы данных, так и всей папки с WordPress. Собственно говоря, после того, как ты почистишь WordPress от старых файлов, где содержатся старые команды обращения к базе данных, сайтик замечательно заработает даже под самой последней версией PHP. То есть в данном случае работает и InVisionBoard, и WordPress на PHP версии 7. Я Бог Ютуба, лайк, подписка, бубенцы.